Я никогда не думала, что покинул Украину так надолго. Мы в Германии уже больше года. Мы нашли квартиру, я уже неплохо говорю по-немецки, работаю в детском саду. Мама хочет, чтобы я воспользовалась возможностью учиться здесь. Но на самом деле я хочу вернуться домой. Несколько дней назад я узнала, что один из моих друзей погиб на фронте. К таким новостям невозможно привыкнуть, но для нас они стали частью жизни. Я не знаю никого из Украины, кто не потерял бы друзей или родных. В то время как люди, которых мы любим, находятся в опасности, некоторые здесь, в Германии, выставляют нас как угрозу. В интернете утверждают, что Германия в опасности из-за того, что здесь приняли украинцев. Якобы теперь страну заполонили мигранты. Происходит травля против людей с темной кожей или против меньшинств. Хотя очевидно, что война – это угроза не только для белых украинцев и украинок, но и для всех людей в стране. Моя коллега из детского сада из Сирии. И она говорит, что все это не ново. Травля была и раньше, когда ей, как и мне, пришлось бежать от российских бомб. Уже тогда распространялись ложь, полуправда и вырванные из контекста истории о беженцах. Все люди, вынужденные покинуть свои дома, имеют право на помощь и защиту, неважно, откуда они приехали. Говорят, что правда – первая жертва войны. Но мы все можем противостоять лжи и дезинформации. Мы можем критически относиться к слухам. Мы можем использовать факт-чекинг. Мы можем сравнивать и проверять источники новостей. Мы можем проверять картинки, например, с помощью обратного поиска по изображению. Мы решаем, будет ли дезинформация успешной. Потому что между дезинформацией и ее распространением стоим мы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok